Новый скандал с возбуждением уголовного дела в отношении ГУВД Нижегородской области. ГУВД строит общежитие для полицейских и Следственный комитет выявил нарушение при строительстве. Как сообщает информагентство, при строительстве был использован некачественный бетон, что может грозить зданию обрушением. Мы побывали на строящемся объекте. Не могу вам прокомментировать относительно качества бетона, относительно качества постройки, относительно обрушения здания. Я вам прокомментировать ничего не могу. Если возбуждено уголовное дело, то в рамках этого дела, я думаю, приведут экспертизу, которая оставит все точки над «и», а сейчас голословно утверждать, что что-то случится или еще что-то. Якобы закупка бетона была не той марки, которая была по проекту, соответственно, здание некачественное. Нет, ну это, ну это, ну короче, это, вот не думаю, что такая ситуация. Мы залили бетон, залили фундайм, сейчас возвели стены, делаем отделку. Мы работу не останавливаем, то есть наша работа как шла, так и идет. Я думаю, здесь все это хорошо, все нормально. Курс, что следователи возбудили уголовное дело, что якобы это здание некачественно построено. Вы что-то знаете об этом? Материал качественный, то есть почему такие вопросы возникают, без понятия. Ну, это проверяли его, приезжали, все хорошо, как бы, никаких этих. Простоит столько, сколько ему положено стоять, по всем нормативам. Простоит и 100, и 200 лет. Всего на строительство общежития для полицейских были выделены 174 миллиона рублей. Как сообщает информагентство, бетон несоответствующего качества был использован на сумму более 11 миллионов рублей. Цитирую. Следствие проводится для закрепления доказательств причастности к выявленному преступлению начальника тыла Главного управления МВД России по Нижегородской области полковника внутренней службы Сергея Зайчика. Также следователи устанавливают других соучастников дела. Если будет установлено, что к данному происшествию имеют отношения сотрудники полиции, допустившие превышение должностных полномочий, они будут увольны из органов внутренних дел и понесут наказание, предусмотренное действующим законодательством. А их руководители будут привлечены в дисциплинарные ответственности. Громкие коррупционные скандалы в последнее время сопровождают ГУВД Нижегородской области. Так, предшественник нынешнего начальника тыла Главного управления внутренних дел Ихтиар Уразалин был приговорен к 8,5 годам строгого режима. Он похитил 44 миллиона рублей, которые были сданы в ГУВД как вещдоки. Во время обыска в его роскошном доме были обнаружены дорогая мебель, коллекционные вина, столовое серебро. Все явно не соответствовало офицерской зарплате полицейского. Начальник отдела кадров ГУВД Нижегородской области полковник Сергей Бывалов сейчас под арестом. По версии следствия, он торговал званиями. За взятку выдавал полковничьи звезды. В управлении ГИБДД были вскрыты аж две преступные группы, в которые входили некоторые руководители. Кроме того, осуждены или вот-вот будут осуждены ряд, я подчеркиваю, не один-два, а несколько ряд руководителей районных отделов полиции. Полковники, подполковники полиции, кто-то крышевал цветмет, кто-то вымогал у предпринимателей, кто-то занимался автоподставами или отмазывал детей, высокопоставленных людей за взятки от уголовной ответственности.